Покупая свою первую механическую клавиатуру, я поставил задачу выбрать идеальный вариант, закладывая на это немалый бюджет. В августе 2022 года я выбрал лучшее, что было на рынке и заказал. А теперь перед вами обзор, спустя полгода использования беспроводной ТК-клавиатуры FL-Sports. Начнем с технических характеристик ТК-формат, 87 клавиш, то есть как полноразмерная, но без цифрового блока, в стоке кликающие свитчи Kyle's Box Wide, либо Ice Mint, либо Kyle's Box Red, в стоке Double Shot Q и КП, в сопрофиль, в стоке смазанные стабилизаторы, ход SWAP силиконовая шумоизоляция, возможность использовать как SWIN так и SMEG проводное, USB-C и беспроводное подключение 2. 4 ГЗН Bluetooth, двухуровневые прорезиненные ножки подсветка в принципе это все, что можно о ней сказать, в теоретическом плане. А теперь давайте придем к тому, что мы получаем на самом деле. Распаковка и комплектация наша прекрасная почта, хоть очень старалась, но не смогла повредить клавиатуру, благодаря добротной упаковке в виде пакетика и очень объемной пупырки. А под этим бронеслоем скрывается коробка с самой клавиатурой. Фото с упаковкой потерял я не делал, так что прикреплю только поэтапную раскадровку распаковки самой клавиатуры. Картинки в комплекте, пластиковая крышка от пыли, полутораметровый, очень мягкий провод, USB-C на USB-A сменные кейкапы, запасные свитчи. Я попросил продавца положить линейные, чтобы потестировать и засунуть в пробел, а так кладут такие же, как и во всей клавиатуре, проволочный кейкап свитч пулер 2 беспроводных свистка. Клавиатура работать может одновременно с одним, и бумажки размер и вес длина, 36, 5 см ширина 13, 5 см высота от 3 до 2 см. Без учета капов вес почти полтора килограмма картинки софтя не очень разобрался, но сделать макрос на открытие диспетчера задач по одной кнопке и выбрать подсветку смог. Тайпинг обзор я пишу спустя полгода после начала использования, поэтому уже успел поставить другие свитчи, линейные Ice Mint, и полностью смазать их. Но тем не менее, мы знаем какое влияние на тайпинг оказывает сам Копрус, шум КАЭТД. И.С. Пробел стукается Астабы, поскольку из-за эпоксидки короткие ножки, но тут речь идет о клавиатуре в целом, минусы я сделал только эту категорию, без плюсов, поскольку подбирал лучший вариант, так что искать плюсы я могу хоть до завтра. Итак, беспроводную клавиатуру надо заряжать. Пока что не изобрели атомных батареек, но тем не менее, сам факт того, что иногда приходится подключать провод, не очень радует. Стоковый пробел встает только на клавиатуру FL, я пробовал поставить на другую и почему-то не сидит. Хотя другая клавиатура полностью исправна и не кривая, самая любимая у комментаторов муськи, цена, и тага какой я могу подвести итог. Половину лета я выбирал эту клавиатуру, в ноябре появились новые расцветки, как корпуса, так и койкопов, немного расстроился, потому что был бы больше рад купить зеленую, но это все мелочи. Я не жалею ни копейки, отданной за эту клавиатуру, потому что каждый раз, когда печатаю на ней, получаю неподдельное удовольствие. А еще больше мне нравится лететь на вертолете в GTA на этой клавиатуре, потому что за счет идеально плавного хода свечей и стабов можно нажимать очень медленно на кнопку и не ощущать песка, как на несмазанных свечах, и нету точки, после которой клавиша проваливается, как на мембранке. В общем и целом, если вы не хотите тратить свои миллионы на кастом, а качество хочется примерно такое же, то FL Esports KMK87 это ваш вариант. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.